Субтитры сделал DimaTorzok По трек номеру здесь пробился у меня планшет Я позвонил почтальону Она говорит, а вам тут не одна посылочка, а вам тут две посылочки Отдельно ребята положили нам переходник под евророзетку Потому как Lenovo это китайская фирма Lenovo это китайская фирма Извиняюсь, нужно было ответить Ну в принципе продолжаем Lenovo китайская фирма, но честная китайская фирма, хорошая китайская фирма Скажем так, это брендовые вещи Ну покажу сразу, что посылочка пришла вскрытая И здесь тоже То есть очевидно планшет проверяли Вот такой вот 8 дюймовый планшет Почему у меня где-то вот давайте в уголочке видео размещу Месяц назад или полтора месяца назад Я купил Lenovo планшет И его у меня просто забрали Забрала мама у меня его Он мне честно говоря не совсем понравился Говорю, нужно будет выложить на барахолку данный планшет И продать Мама спросила, по чем ты хочешь его продать Я говорю, ну не знаю От нового Чего-то там отнимем и продадим Ну, говори, сколько цену Я говорю, ну я не помню уже сколько я сказал Что-то там допустим Если цена планшета там 140 долларов То говорю, долларов 100 Она мне принесла 100 долларов Говорит, давай сюда Я если честно не пойму, зачем женщине В 66 лет Нужен планшет и сенсорный мобильный телефон Ну, лопатофон у нее тоже Я честно говоря не пойму Но тем не менее Девайсы эти у нее есть И она ими активно пользуется Так, у нас здесь В принципе Ребята показывают, что для этого планшета Они делают чехлы есть у них, да Что можно подключать Данное мобильное устройство к телевизору Дальше можно к нему докупить отдельно клавиатуру И получится у нас типа а-ля ноутбук такой Разновидность чехлов Ну и вот, вот как это работает, да Вот эта задняя подставочка Эх-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- в принципе все, да, и USB, здесь у нас мини-USB, не микро-USB, ну провод как всегда метр, ну вот это меня немножко напрягает, я себе отдельно пошел в магазин, купил провод на полтора метра, очень удобно от розетки, подключился и лежишь себе на кровати, лежишь себе на кровати, пишешь, отвечаешь на YouTube, потому как действительно очень часто приходится именно таким образом это делать, ну и вот он собственно сам планшет, открываем, вот так вот выглядит планшет, действительно такая массивная игрушка, я бы сказал, давайте его взвесим, я не знаю, потому что против прошлого он действительно очень тяжелый, но брал именно, именно по этой причине и брал данный планшет, потому что здесь смотрите, 18650, да, несколько аккумуляторов, я так понимаю, засунуто, и по этой причине именно и брал, живет данный планшет очень долго, как бы его взвесить, так это, чтобы вот так вот, да, так, старируем, ну и вот, 404,5, то есть 404,5 грамма весит данный планшет, очень немало, очень немало весит данный планшет, ну что, включаем, планшет выбирал именно с 3G, потому как мне данная фишка очень-очень нужна, потому как раз в месяц, потому как раз в месяц, скажем так, моих два телефона созваниваются, ну вот эту штуку надо как-то оторвать, вот постоянно кто-то спрашивает, русик, зачем нохать на мизинце, вот чтобы подрывать всякие вот такие штучки, так, вот наша подставочка, ну в принципе замечательно, замечательно, можно утром вместо новостей смотреть, смотреть YouTube или новости, ну в смысле здесь, так, 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 все замечательно, все, 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 ищу, 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 ищу и не найду, ага, вот она, вот она карточка, карта памяти у нас здесь, это был обязательный критерий, да, потому как обычно Lenovo идут там на 16 гигабайт, и все, и вот она разъем под microSIM, то есть мне это важно, чтобы был именно 3G, потому как, допустим, вот, ну, на море в любой поездке, в принципе карточку поставил, это с интернетом, интернет у меня безлимитка, ну у меня две карточки, кому интересно, вот видео, видео в уголке будет о том, каким образом я пользуюсь мобильными операторами, то есть в принципе у меня за 49 гривен в месяц получается 2 безлимита, то есть безлимит у меня, я звоню куда хочу, и интернет у меня абсолютно безлимитный, то есть сколько хочу, сколько и пользуюсь, плюс смс-ки опять же безлимитные, ммс-ки безлимитные, ну все, то есть все абсолютно безлимитно, две симки, но вот раз в месяц мне нужно их созванивать между собой, поэтому телефон у меня один, а вот вторым телефоном будет вот эта вот таблетка, в принципе, что хочу сказать сразу, ну, тормозов не наблюдаю абсолютно никаких, то есть все, все летает, никаких тормозов нет, ну, Lenovo у нас отличается тем, что у нас все на рабочих столах, то есть меню, кнопки меню даже как таковой нет, она отсутствует просто, вот так вот давайте покажу, IPS-матрица у нас здесь, углы обзора просто шикарные, никаких вообще проблем, планшет, скажем так, это уже не дешевый, 200, 250, что-то там с копеечкой стоил данный планшет долларов, ну, как бы я знал, что покупал, покупал вот данную вещь уже как бы надолго, да, почему, потому что в том планшете у меня была одна проблема, это автономность, автономность очень маленькая была, то есть нужно было часто сидеть с розеткой, шнурок вставленный, да, мне это немножко напрягает, поэтому вот данный планшет по обзорам я посмотрел, там, в принципе, если пользоваться нормально, можно заряжать вообще там раз в неделю его, да, если не смотреть там часами видео, ну, и плюс вот это основная фишка, да, что можно его поставить под каким хочешь углом и смотреть, допустим, либо видео, либо еще что-то, еще что-то, еще что-то, ну, я, в принципе, очень часто утром так и делаю, у меня специальная подставочка есть под мобильный телефон, вот таким вот образом я его ставлю, ну, если сравнить, конечно, на мобилке, да, смотреть видео, то, ну, ни в какие ворота сравнение не лезет, ну, а пока я нажимаю на паузу, подключу планшет к Wi-Fi, залогиню Google аккаунт, ну, и с маркета установлю необходимое мне приложение, пока нажимаю на паузу. Ну что, в принципе, давайте продолжим, минут 20, может быть, 25 мне понадобилось для того, чтобы забросить сюда, ну, процентов, наверное, 70 приложений, которыми я пользуюсь на своем мобильном телефоне, ну, остальное, в принципе, я заброшу уже чуть попозже, займусь этим уже дома. Что хочу сказать, хочу начать с коробочки, ребята, коробка просто бомба, если вы заказали себе данный планшет или думаете заказать, то, можете не сомневаться, коробка дойдет. И содержимое коробки, ну, ничего с ним не будет, то есть коробка реально антивандальная, очень такой жесткий картон, ну, и она реально напоминает, ну, такое ощущение, вроде коробка деревянная, знаете, то есть она непрогибаемая, она не скручивается, ничего с ней нельзя сделать. То есть коробка реально очень жесткая и плотная. За коробку китайцам 5 баллов. Можно не переживать, что наша почта что-то с ней сотворит. Дальше по самому планшету. Планшет собран на 5 с плюсом, то есть никаких люфтов, никаких скрипов. Вот я его сейчас выворачиваю вот так вот, да, этого просто не видно. Я его реально выворачиваю, ничего абсолютно не происходит, все замечательно. Собран планшет на пятерочку. Вот эта вот подставочка, ну, пока, я не знаю, в принципе, на форумах не читал подобных отзывов, да, что у кого-то были проблемы. Вот с этой подставочкой все нормально. То есть она четко фиксируется в любом положении, вот какое нам нужно, она фиксируется. То есть я думаю, что она не расшатается, я, по крайней мере, на это надеюсь. Но я уже говорил, да, что прежде чем покупать данный планшет, я посмотрел достаточное количество обзоров на YouTube, разных авторов, разных мнений, достаточно много было. Ну и основным критерием моего выбора была вот эта вот история, да, не толщина в 7,4 мм здесь, вот в этом месте, да, а вот именно вот эта вот история утолщения, потому что здесь два элемента питания 18650, которые, в принципе, обеспечивают, ну, неделю, неделю жизнедеятельности планшета, вот в таком, скажем так, плане, как я буду пользоваться, да, то неделю, раз в неделю я буду заряжать данный планшет. Не чаще, я так надеюсь, по крайней мере, по крайней мере, люди, которые им уже пользуются, там, по полгода делают именно так. То есть очень довольны, ребята, автономностью работы. То есть живет он просто без подзарядки недели. Вот здесь же я могу в день иногда заряжать два раза. То есть иногда вот раз заряжаю в сутки, иногда приходится два. Поэтому у меня всегда с собой зарядное устройство. В машине, дома и в киоске. Ну, уже надоело, поэтому вот взял планшет, чтобы, ну, меньше нагружать, чтобы хотя бы мне вот этой мобилки хватало чисто для разговоров на день. То есть отвечать буду уже, стараться вот с планшетника. На комментарии. В принципе, дальше. Давайте по экранчику. Экранчик я, в принципе, показывал. Сейчас протру еще раз. Я просто сейчас поставил максимальную яркость. Ну, и по почте переслал себе пару картиночек. Так, так, так. Ага, стоять. Я их уже скачал, да? Скачал. Значит, они у нас уже вот здесь. Ну, вот давайте покажу. Вот, давайте покажу. Ну, лампа люминесцентная мешает. В принципе, цвета не выгорают. Цвета. Угол обзора просто бомбезный, да? То есть вот ничего не меняется абсолютно. Абсолютно ничего не меняется. Меня все устраивает. То есть цвета действительно такие яркие, сочные. Смотрите, да? Вот так вот. То есть замечательно. Дальше что у нас здесь за картиночка? Ну, вот так вот. То есть, ну, вообще не видно никаких пикселей, пипикселей, там, субпикселей. Все очень четко. Картинка очень яркая, очень сочная. Ну, единственное, что мне не нравится, это, что цвет, ну, не совсем такой, знаете, черный. То есть, если мы сравним самолет дисплеем, то здесь действительно черное есть черное, да? Ну, черной картинки здесь у меня нет, чтобы показать. Нужно было скачать отдельно. Ну, здесь реально цвет вот, вот реально, вот, выключенного дисплея, он черный. Здесь, видите, да, вот черный, а вот рядышком, ну, такого, не совсем черный. Он светится. Не хватает, конечно, вот, эффекта вот этого амолед дисплея. А в целом, вот так вот картинка очень-очень сочная. Никаких вообще, ну, кроме люминесцентной лампы ничего не мешает, да? То есть, углы обзора очень классные. По экранчику пробежались. Дальше по звуку. Звук у планшета тоже замечательный. Два динамика. Вот один, вот второй. И я не знаю, слышно ли вам, но действительно стерео. То есть, переход с одного динамика на второй работает. В принципе, я думаю, достаточно. Музыка, даже не спрашивайте, как называется. Вот, вот название. Это из бесплатной фонотеки YouTube. Музычка прикольная. В принципе, очень грамотно продумали, ребята, два динамика. Вот, когда смотришь фильм, да, проезжает автомобиль вот справа налево, то действительно звук справа переходит в левый динамик. Или, допустим, выстрел в горах, да, бам, и таким эхом это все переливается с одного во второй динамик. И когда смотришь, допустим, фильм, то эффект присутствия есть. Стерео работает. В наушниках тоже все замечательно работает. Дальше по тестам давайте пробежимся. Antutu, бенчмарк, что у нас показал. Ну, Lenovo, естественно, звезд с неба не хватает, но 16510 баллов он набрал. Если сравнивать его, конечно, с монстрами, то он находится вот здесь, в самом низу у нас. Ну, давайте по информации, в принципе, я думаю, будет вот так вот, будет читабельно, да, кому интересно. Итак, планшет у нас Lenovo, кодовое или рабочее название Lenovo B6000H. Название рабочей модельки. А, ну, в принципе, давайте свет включу, потому как будут проблемы сейчас у нас с фокусом. Рабочее название модельки B6000H, Android 4.2.2. Модель процессора MTK MT8125. Графический процессор PowerVR SGX 544MP. Разрешение дисплея 1280x800. камера 5 Мегапикселей. Разрешение 2880x1728 снимает. Оперативной памяти на борту 1 ГБ. Встроенной памяти для приложений 16 ГБ. Карточку на 8 ГБ я добавил сразу, в принципе. Вот два слота. Сюда я поставил сразу карточку на 8 ГБ Kingston. Сюда я добавил, вытащил одну симку с бесплатным интернетом, безлимиткой, и поставил сюда. В принципе, чтобы проверить, все ли работает, сеть найдена, все работает. Wi-Fi тоже нашел без проблем, подключился быстро очень. Так, дальше что у нас здесь. Карточка внутренняя память есть. Модель процессора уже говорил. МТК 8125, 32 бита, 4 ядра. Тактовая частота 1209 МГц. Так, так, так. Графический процессор говорил. Версия CPU OpenGL ES 2.0. Разрешение дисплея 1280x800. Размер дисплея 8 дюймов. Плотность пикселей 213 ДПИ. Мульти-тач тест. Ну, тест мы проведем отдельно. Камера вот эта, фронтальная, 5 Мп. Внутренняя камера для скайпа, для разговоров, 1,6 Мп. В принципе, снимает нормально. Разрешение видео 1080p. Ну, батарейка 44%. Температура 26%. Холодный, реально. Вот, вот, с этого телефона я просто отвечаю на комментарии. Смотрю вечером ролики на YouTube, да. И реально греется. То есть, он реально горячий у меня постоянно. Здесь таких проблем с температурой нет никаких. Так, Android 4.2.2. Это я уже говорил. Версия ядра. Ну, кому интересно, то пожалуйста. Нажимаем на паузу и читаем. Чтобы я это все сейчас не перечитывал. Ну, в принципе, есть от GPS. Кстати, по GPS, что хочу сказать. От GPS работает отлично. Датчик направления, датчик приближения, датчик освещения и магнитный компас еще есть. Дальше все у нас по минусам. Вот так вот. Что хочу сказать. Что вот такой вот был планшет у меня до этого. И у него была проблема тоже на базе процессора МТК. Проблема у всех китайских планшетов. Не знаю, этого нет. То есть, я поставил на VTEL. И вот в том планшете я вышел на улицу и ждал примерно полчаса. Никаких действий вообще, ни одного спутника не появилось. Здесь я просто запустил на VTEL. Включил его. И вот сидя в киоске, он у меня нашел сразу же два спутника. Буквально секунд 20-30 я посидел. Видите, да? Секунд 20-30 я посидел в киоске. Вышел на улицу. Ну и буквально еще там секунд за 10-15 он у меня нашел 9 спутников. И 6 из которых моментально позеленели. Это при том, что сейчас на улице у нас, ну скажем так, должна быть зима. Но по идее на улице у нас плюс 12. И очень-очень, ну как бы небо не видно вообще. То есть небо затянуто тучами. Вот я просто к окошку его если поднесу. То моментально это все позеленело. Точно так же у меня произошло в первый раз. То есть не пришлось мне обнулять информацию Атласа спутников. Не пришлось мне вот эти танцы с бубном. То есть если у кого-то, ребята, проблемы с GPS на мобилке, или допустим, да, китайская, Lenovo, либо это будет планшет на процессоре MTK, то вот вам лекарство в уголочке. Как это все лечится. Лечится это все очень просто. Видео можно использовать как инструкцию и без проблем абсолютно решить эту проблему раз и навсегда. Удивительно, но в этом планшете такой проблемы не было вообще. Дальше, мультитач. Мультитач у нас поддерживает 10 касаний. Ну, в принципе, давайте я вот... Вот так, наверное, будет видно, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. То есть ровно 10 пальцев, вот так вот, абсолютно без проблем, вот так вот, да, наверное, только. Абсолютно без проблем, ровно 10... Куда убежал? Ровно 10 пальцев, абсолютно без проблем, мультитач поддерживает все пальчики, видите, да? И горят, и светятся, вот так вот. То есть 10 касаний, мультитач работает. Ну, терпеть не могу. Были у меня раньше. Ну, давайте еще объясню, почему мультитач нормальный нужен. Хотя бы 4 касания, чтобы распознавал, потому что, ну, допустим, если мы возьмем вот эту вот картинку, да? Кто не знает, если будете брать мобилку и там написано мультитач 2 касания, это просто ужас. То есть вот мы берем картинку, можем ее увеличить вот так вот, да, а можем ее увеличить вот так вот. То если вы берете мультитач на 2 касания, увеличить вы ее сможете только вот так вот. Если вы поставите уже пальцы вот так вот, он работать не будет, этот мультитач увеличивать не будет. Вот такая вот бяка. То есть, поэтому мультидач должен быть как минимум на 4 касания. В принципе, в принципе, в принципе, в принципе, основная фишка еще есть такая, да, это вот эта вот подставочка. Подставочка, кстати, алюминиевая, дальше весь корпус у нас идет пластиковый, но подставка алюминиевая. По пластику, очень классный пластик, такой рифленый, ну, как бы это показать вот так в макро, да, наверное. То есть, не остается на нем отпечатков пальцев, на вот этом алюминии тоже не остается отпечатков пальцев, пальчики у нас остаются только на, ну, видно, да, на экране. То есть, покрытие вот это вот олеофобное не очень здесь, честно скажу. Вот это один из минусов данного планшета. Есть еще один, но о нем чуть-чуть позже скажу. Сейчас пока о плюсах. Один из плюсов это вот подставочка, да, для просмотра видео, для чтения. Вот я, допустим, утром, когда завтракаю, делаю себе чай, делаю себе бутерброд и читаю. То, пожалуйста, без проблем абсолютно текст читабельный, можно читать, можно включить музыку слушать, можно включить видео смотреть. Ну, очень удобная подставочка, но больше всего мне нравится в этой подставочке следующее. То есть, вот таким вот образом можно поставить, да, и набирать. Набирать текст. Вот у нас, пожалуйста, вот таким вот образом имеем мы полноценную клавиатуру. То есть, у меня очень часто ситуации возникают такого плана, что я получаю почту, у меня письмо, комментарий на YouTube. Я нажимаю кнопочку «Отвидеть», набираю текст, нажимаю кнопку «Отправить», и когда вот я отправил, я его читаю «О, мама родная». Там такая чушь написана иногда. То есть, вот слово бывает так, перековеркает словарь Т9. То есть, я где-то промахнусь на какой-то букве, да, ну вот, вот такая вот здесь маленькая клавиатура. Пробовал разные клавиатуры ставить, но, в принципе, ничего не помогает, остановился на обычной, на родной. То, в принципе, вот когда набираешь текст, иногда одну букву перепутал, и уже словарь Т9 подменяет слово на то, которое ему больше нравится. Ну, и человек, читая, не понимает, что ему хотел сказать, приходится потом дописывать внизу, что «Ой, нажалась не та кнопка на телефоне, отвечаю с телефона, Т9 исправляет», и все такое. Кстати, удалить комментарий с Android, да, то есть, с телефона, ну, не получается. То есть, нужно включать ноутбук, и потом только удалить комментарий. Здесь, по-моему, только можно править его. Да, по-моему, так и есть. Здесь кнопочка включения, она же кнопка разблокировки. Все, в принципе, очень удобно, кроме, наверное, вот кнопка звука, она находится внизу. Ну, не знаю, вот я часто вот так держу, поэтому, возможно, буду зацеплять ее руками. Посмотрим. В принципе, вот это очень-очень большой плюс. Лично для меня, что набирать можно клавиатуру, хотите, пожалуйста, вам русская. Кнопочку нажимаем, пожалуйста, английская. То есть, полноценная клавиатура, такая же, как на ноутбуке. То есть, мы уже можем набирать текст абсолютно без проблем. Ну, и что удобно? Удобно держать вот так, вот таким вот образом удобно держать. То есть, если бы было вот как с этой стороны узкое поле здесь, да, и держать очень неудобно. То вот за вот это вот расширение, утолщение, да, за аккумулятор очень удобно держать планшет в руке. То есть, вот таким вот образом очень удобно пользоваться. В принципе, что еще, что неудобно, это постоянно, видите, да, вот я сейчас попытаюсь показать отпечатки пальцев. Видите, да, на камере? То есть, нужно помнить, что мы держим планшет вот таким вот образом, и постоянно у нас камера перед тем, как фотографировать. Видно, да, надеюсь? Вот она вся в отпечатках пальцев. Ну, давайте, в принципе, сейчас протрем камеру, ну, и сделаем пару фотографий. Сделаем пару фотографий, давайте. Есть у нас автофокус. Давайте еще чуть-чуть света сюда вот так добавим. Есть у нас автофокус. Ну, вот, в принципе, вот так вот это выглядит. Или нет, цвет наоборот будет мешать. То есть, вот так вот выглядит фотография. Можем увеличить ее, и без проблем абсолютно все, все очень четко, ничего не размыто у нас. Виден скотч на ноже. Вот как вскрывал посылочку, да, скотч остался. Ну, вот так вот. В принципе, фотки получаются очень даже ничего. Работает автофокус. Ну, и фотографии получаются неплохие. Хотя, в принципе, здесь и камера, то 5 мегапикселей, да, но очень даже ничего получается. То есть, сделали, ребята, камеру достаточно нормальную. Ну, Lenovo, хоть это и китаец, да, но это китайский. Китайский бренд, скажем так. То есть, это не копия на копию или подделка на подделку. Это оригинальная Lenovo. То здесь, ребята, смотрят за качеством. Ну, и что последнее хотел показать. Так, это цена в Украине на данный планшет. Вот одна из цен. Ну, я думаю, что если сейчас позвонить туда на сайт и спросить, есть ли он в наличии, то я сомневаюсь, что он есть. Ну, и вторая у нас розетка, да. А в розетке мы его и не нашли. Да, в розетке данного планшета даже и не нашел я. Ну, в принципе, на втором сайте я нашел его за 5. Ну, и вот цена на втором сайте. Цена на втором сайте, вот она, видно, да, 5467. Вот эта, ну, моделька, видно, да, что это я не другой какой-то планшет поставил сюда. Что это вот такие вот цены у нас в Украине. Ну, я-то покупал планшет, когда доллар был еще 15.50, по-моему, или что-то около 16. Сейчас официальный курс уже ближе к 20, что-то, да. Ну, официальный, по-моему, так и есть 16, что ли. А рыночный курс или коммерческий курс, как его называют люди, да, то уже гораздо больше. Ну, в принципе, в принципе, наверное, вот и все, что хотел сказать по данному планшету. В игрушки я не играю, поэтому игрушки, в принципе, и не ставил. Но, ребята, если кому нужно для игрушек, то, в принципе, планшет играющий. То есть, можно на нем играться, тянет он и асфальт, и все остальное. Смотрел перед покупкой обзора на YouTube, в принципе, ребята, кто купил, довольны. Мне для игрушек ничего не нужно, потому как, в принципе, ну, я когда-то играл в одну игрушку. Это, знаете, там, мужичок на мотоцикле, там, триал прыгает по всяким, там, люкам, канализациям, вот, и все, там, по машинам, там, и всякого такого. Но эту игрушку он потянет 2000%. В принципе, на сегодня все. Пока-пока. Увидимся.